Всем привет, мои хорошие! С вами Вета. Мы продолжаем играть в Sims 2, и это уже, по-моему, 22 серия моего летсплея по готам. И в позапрошлой серии мы с вами наконец-то отправили в университет нашего Александра, потому что уже давно была пора. И также мы отправили туда вместе с ним его девушку Джилл, чтобы ему не было так скучно обучаться. И вот такая вот у нас Джилл теперь красоточка. Да, все-таки допы творят чудеса. Это раз. И Sims 2 я без допов уже себе просто не представляю. Это два. Итак, давайте все-таки начнем. Процесс обучения. Нас уже тут встречает веселая музычка. Ну, хотя как процесс обучения, процесс игры я хотела сказать. Джилл у нас пошла рисовать, повышать навык творчества, а Александр у нас пошел повышать навык техники. Я буду качать им навыки, потому что они нужны им по учебе. Мы в прошлой серии, точнее в позапрошлой, да, я в прошлой серии имею в виду университетской. Мы выбрали специальности. Александр у нас обучается на математика, а Джилл у нас учится на психолога. Они у нас оба первокурсники и будем наблюдать за их жизнью. Джилл у нас хочет заключить помолвку с Александром. Так, она у нас повысила уже творчество. Давай-ка ты, дорогая моя, может потанцуешь или попрыгаешь через скакалочку. Давай ты у нас действительно попрыгаешь через скакалку. Есть у нас это действие? Да, прыгать через скакалку медленно. И Александр у нас также получил балл техники. Давайте попробуем повыполнять их желания, в особенности Джилл. Давайте попробуем танцевать. А танцевать Твистл, поскольку он у нас хочет этим заняться. Можно даже познакомиться с этим студентом. Это у нас Бернард Линч. Давайте, может, с ним потанцуем. Действие потанцевать. Господи. Да, у нас теперь тут будут бегать всякие студенты. Мы поселились в студенческую общагу. И я ни на секунду не пожалела о своем решении, потому что я всегда, когда играла в университете, заселялась в общежитие с студентами. И всегда это было весело. Что-то не захотел он с нами танцевать. Ну ладно, давайте поболтаем с ним. Давайте расскажем о каком-нибудь увлечении. Ну, увлечений у нас не так-то уж и много. Музыка и танцы до природы, да, Александр? У него природа, кстати, светится. И, кстати говоря, по музыке и танцам он может, в принципе, посетить тайный участок. У него, кстати, есть желание развить максимальный навык музыки и танцев. Купить станок работа-техника он хочет. И верстак игрушечника он также хочет. Так, Джилл, дорогуша моя, ты там как вообще? У нее золотое стремление. Она у нас стремится к семье, как мы уже знаем. И она хочет у нас стать супергероем. Вот. Александр у нас стремится к богатству, если я не ошибаюсь. Да, он у нас стремится к богатству. Она хочет половить бабочек, половить жуков пока что. Она хочет, но, в общем, будем исполнять ей, по возможности, всякие желания. Тут у нас, смотрите, девчоночки танцуют. Шелби Чепман и Катерина Флетчер. Джилл лучше понимает, что такое фитнес. Отлично. Надо нам с вами знакомиться с нашими соседками. Давайте с кем-нибудь тоже поболтаем. Объяснить про увлечение. Кстати, я такого действия, если честно, еще ни разу не видела. Это вот интересно. Это, видимо, объяснить про увлечение. Да, видимо, у нас, поскольку музыка и танцы довольно высокий уровень, он может, скорее всего, объяснять. Кто у нас тут пришел? Эйлин, Кейт. Романтику между Александром и Джилл я пока что не делала. Господи, вы посмотрите, как они синхронно танцуют. Я думаю, что не стоит торопить события. Все-таки Джилл, я думаю, она определенно первая девушка в нашей жизни. Но вот последняя Ли – это вопрос. Господи, как скачут, и как скачут, как скачут. Ух, танцевать и пригласить, чтобы присоединиться, выберите действия потанцевать. А можно ли танцевать твистл вместе? Интересно, исполнится тогда это действие или нет? Ой, господи, я не могу с их синхронности просто. Это вот не хуже, чем в четверке. Они там танцуют на танцполе, тут они его отжигают. Вот так еще. Что-то как-то Джилл у нас медленно очень скачет. Можно, конечно, в принципе, тоже ей развить физиологию. Ой, бедняжечка моя, бедная, кошмар. Что нам вообще нужно делать? Вот я нифига не помню, почему у нас там эта шкала красная. У Александра, кстати говоря, точнее у Джилл она получается выше, чем у Александра. А Александру надо... А, так Джилл уже развила навык. Да, иди пообщайся с Ламой. Поговорить, пообщаться. Давай пообщаемся с Ламой. Будем заводить как можно больше знакомых. Это у нас Байрон какой-то. Ну, давай Байрон. И все к нам в комнату. Все к нам заперлись в комнату. Кстати говоря, вот этот вот чел, он одет так же, как и Александр. Поэтому, в принципе, я думаю, они могли бы найти общий язык. Слушай, Дэниел, ты не офигел ли? Ты, конечно, в принципе, ничего себе такой сим, насколько мне известно. Но это все-таки моя гитара, и не пошел бы ты отсюда. Прогони, пожалуйста, Дэниела. Давайте мы пока что запрем комнату. А, подождите. Они же вышли все. Я надеюсь, да. Давай, кыш-кыш. Все, да, они вышли. Слава богу, не как в Симс-4. Тут у нас... Они выйти все-таки могут. Вот он у нас. Запирает дверь. О, правильно. Не входить. Не входить. Это комната моя. Кстати говоря, я им тут немножечко обновила интерьер в комнате. Пусть он сейчас общается с этим Симом. Я не давала ему этого действия. Но раз хочет, пущай, как говорится, делает. Я немножечко обновила им мебель. Удалила гардероб из комнаты у Джил. И купила им такие вот компактные комодики. Чтобы они занимали поменьше места. Кстати, будет букетик. Да, ребят, честно вам скажу, это какой-то трындец. Просто других слов у меня нет. У меня, конечно же, опять вылетела игра. Меня, конечно же, жизнь, как всегда, ничему не учит. И мне пришлось сейчас по-быстренькому на паузе отыгрывать те несчастные 6 минут. Пока я снимала эту серию. Я, конечно же, не сохранилась после ремонта. Какая я молодец. Мне пришлось переделывать ремонт заново. В общем, новости весьма неутешительные. Но, на самом деле, проблему с вылетами, насколько я знаю, решить можно. И, надеюсь, в ближайшее время я этим все-таки займусь. Значит, Александр у нас отправился изучать логику. Решать этюды от Джил. Вы посмотрите, такая классная, такая красивая. Господи, я просто не могу на нее наглядеться. Мне безумно нравится, как я ее переодела. Я считаю, она прям заиграла новыми красками. Возможно, даже в группе я либо выложила, либо, может, даже уже выложила разницу. Я же даже сделала скриншот, как я переодевала Джил при помощи зеркала. И там прям видна разница, какой она была без допов. Вот тем, что я ей градала. Господи, у нее какие-то тут дырки в теле вы это видите, да? Но это одежда такая у меня доповская. И вот как стало. Я переодевала ее, кстати говоря, по-моему, между сериями. Я же ее, получается, отправляла на общественный участок, в магазин за шмотками. И между сериями я зашла в гардероб и изменила ей одежду. И Александру, кстати, тоже. Александр у нас теперь ходит прям как самый настоящий родстер. Вот только посмотрите на него. У него есть гитара, он может на ней бренчать. И это просто замечательно. Давайте отправимся. Наверное, может быть, ему объясним про увлечение, про музыку и танцы. Я не знаю, как это увлечение повысить до максимума. Но будем делать все для этого. И посмотрим, как у нас и что. В общем, типичная студенческая жизнь. У нас час ночи. И, естественно, общага не спит. Общага у нас занимается всякими развлекаловками. Кто-то играет, кто-то танцует, кто-то общается. Кто-то делает домашку, как истинный студент. Кто-то смотрит селек. И так и далее. Значит, Александр у нас объясняет кому-то увлеченно. А, видимо, вот этому Дэниелу. Посмотрите, Дэниел у нас сидит. А Александр у нас стоит и что-то увлеченно говорит. Джилл у нас общается с Ламой. Как, кстати, тебя зовут, Лама? У Ламы, видите, даже здесь отображается именно то, что она Лама. Байрон его зовут точно. Это, видимо, какие-то у нас профессора. Профессора и Джилл, кстати говоря, с ними в хороших отношениях. Вот этого я немножечко упустила. Но суть важна. Давайте пообщаемся с Ламой. Вообще, я уже очень давно не играла в университет в Sims 2. И плоховатенько уже помню, что там можно такого интересного делать. Но знаю точно, что тут есть, конечно же, тайное общество. Я вот недавно вступала в тайное общество в Sims 4. А в двойке, кстати говоря, по-моему, я ни разу не вступала в тайное общество. И надо это, конечно же, исправлять. Значит, у него максимальный навык, максимальный интерес хочет развить к музыке и танцам. И у нас, получается, по навыкам все выполнено. Господи, Джилл, ты что делаешь? Девочка ты моя. Давайте, может, Александра отправим, не знаю, писать, может, курсовую? Давайте попробуем писать курсовую. Давайте попробуем писать курсовую. Комнатку мы закрыли. И непрошенные гости к нам войти не должны. Значит, у Джилл у нас теперь стоит букетик от Александра. Джилл у нас пока что комната открыта. Ну, к ней особо не рвутся. Видимо, потому что у нее нет ни компьютера, ни гитары. И заняться, как говорится, нечем. Я и тут зеркало еще повесила. Она же девочка. Поменяла немножечко кроватки. Ну, такие просто чисто посимпатичнее. Просто чисто, чтобы вписывались в интерьер. И стол компьютерный я немножечко урезала. Такие вот у нас дела. Я теперь все же буду почаще сохраняться. Пусть это и неудобно. Пусть для этого приходится ставить игру на паузу. И это отнимает, конечно же, время. Но что, как говорится, поделать? Я не хочу больше никаких вылетов. И раз уж я села записывать, раз уж в этой серии такая проблема еще присутствует, то надо как-то эту серию нам продержаться. Пожалуйста, давай ты не будешь играть. Давай ты выкинешь тухлую еду. А то я боюсь, что наших ребят тут рано или поздно уже сожрут мухи. Бернард не хочет делать домашнее задание. А кто, кстати, тут такой Бернард? И чужие-то он такая какашка, не хочет делать домашнее задание. А, вот это Бернард. Он читает какую-то книженство. И, возможно, это даже учебник. А, кстати, вот, можно читать учебники. Это, в принципе, тоже влияет на учебу. Давайте, наверное, поищем клад. Все-таки денежек у нас немного. Кстати, с учетом ремонта, мы с вами, на самом деле, практически ушли в ноль. С учетом того, что мы продали две кровати, продали комод, продали компьютерный стол. И купили, соответственно, все то, что вы сейчас видите на экране. И, как видим, у нас даже денежек немножко больше, чем было на момент, когда мы начинали делать ремонт. Джилл, давай подходи к нам. Тут пришел чувак. Он пришел, видать, готовить еду. Ну, и пусть, как говорится, готовит. Никто ему этого не запрещает. Главное, чтобы она сейчас водопровод не это. Джилл находит камень. Давай еще ищи. Еще ищи. Так, она у нас хочет, что, ловить светлячков и бабочек. Но тут, насколько я знаю, бабочки и светлячки, они должны быть... Опа, вот они, светлячки, слушайте. Можем ловить светлячков. Давайте ей это и дадим. Так, ладно, хорошо. Тихо, 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 тихо. Давай ты у нас это заполнишь. Пожалуйста, не пугайся воды, дорогая моя. Все, пускай заполняет и пускай ловит светлячков. Александр у нас такой веселый, насвистывает, пишет курсовую. Да, мой дорогой? Кстати, пишите в комментариях, как вы считаете, нужно ли потом будет отправлять наших сестричек, то бишь к содеянии, в университет так же. То есть мы можем, в принципе, отправить их. Мы можем отправить так же и Бенджамина вместе с ними, чтобы, так сказать, было весело, чтобы они все втроем пошли. Можем, кстати, к ним отправить Катрину Гангадзе. В принципе, можно тоже из этого какой-то сделать сюжет и попробовать как-то, чтобы они пообщались. Александр у нас побеждает демонов-близнецов пьянку и гулянку и заканчивает курсовую работу. То есть, видите, у него уже подувеличился средний балл, и это просто замечательно. Что мы еще можем сделать? Сменить специальность, и больше мы не можем ничего сделать. Но, ладненько, давай ты у нас поиграешь пока на гитаре. Давай ты у нас исполнишь рок-музыку, искать информацию в интернете музыка и танцы. Слушайте, он сам делает все для того, чтобы повысить интерес к музыке и танцам. Я думала, в принципе, мы с вами этого добьемся. Добьемся, я, по крайней мере, надеюсь. Джилл, ты у нас поймала светлячков? Скажи, пожалуйста, у него почему-то не исполняется жила... Это глюк или что? У него не хочет исполняться желание ловить светлячков. Что-то какая-то иностранненькая немножко. Ладно, чем бы нам заняться, подруга? Хочет она поухаживать. А давайте у нас тоже будешь писать курсовую. Но, правда, у твоего парня немножечко закрыта комната. Так что давайте мы ее отопрем, наверное, и пригласим сюда Джилл. Александр, давай топри дверь. Джилл у нас сейчас будет учеба. Тоже писать курсовую. Наверное, конечно, имело смысл купить им два компьютера, но, мне кажется, два компьютера мы с вами не потянем. Элементарно. Вот Александр у нас играет. В Джаль, что нельзя, как в Sims 4, разрешить доступ, например, в той же самой Джилл, чтобы она у нас могла спокойно туда-сюда ходить и не париться. Да? Екатерина, Екатерина. Вот не помню, что за Екатерина, но Екатерина, по-моему, подросток, судя по ее внешнему виду. Вот это, судя по всему, профессор Сен-Жульен. А, или это какой-то сим, с которым у нее уже были взаимоотношения. Шелби, Бриана, Байрон, Бриана. Кстати, это корова, которая нас в прошлой серии немножко так это задирала такая засранка. Этот такой Играев. Джилл такая сидит, что-то там репа чешет, бороду чешет, которой нет, да? Ну, в общем-то, все очень даже так неплохо, очень даже жизненно. Так, у Александра воспоминания о том, что у Кассы Дени удалась жизнь, потому что у нас Кассы Дени не так давно повзрослели, стали подростками, и я за них, конечно же, очень рада. Так, давай ты с кем-нибудь пообщаешься. Давай, например, пообщаемся с Бернардом, пообщаемся с девушкой. Ну, тут у нас много девушек. Кто у нас тут проживает? Вот парень умный, закрыл комнату. Кто у нас тут еще проживает? Это у нас светленькая девочка, это у нас еще кто-то. Но, я так понимаю, наши соседи как были студентами, так студентами останутся, вне зависимости от того, как мы закончим или не закончим свою учебу. Вот что плохо, это то, что, скорее всего, наши соседи прекрасные будут вечно гадить в туалете, в душе и засорять. И нам, соответственно, придется это все дело чистить постоянно. Но, говорю с другой стороны, насколько я помню, мы не платим по счетам. И у нас тут готовят дедулька халявную еду. И также у нас тут куча народу. Вечно что-то происходит. Бегают голые студенты по общаге, бегают, ой-ой-ой, дорогая моя. Слушайте, вот до чего доводят людей учебы. Совсем забыла она про... Про потребности. Да, потребности у нас никто не отменял. Джилл, я согласна. Тут, видимо, Шелби пошла на занятия. Опять прибежала эта девчоночка. Она, вроде как, из коммуны, насколько мне известно. Но нас коммуна, скорее всего, не интересует. Еще заметила, что у всех студентов, походу, такая, знаете, размеренная походка, такая спокойненькая, такая неторопливая. Так, у Александра все хорошо. Александр, иди покушай. Покушай эти оладушки. Брос, посмотрите, как он идет. Капец. А, слушайте, нет, счета все-таки надо оплачивать. Да, походу, делать это будем мы. Ну, ладно. Я надеюсь, они будут все-таки более-менее щадящие, по сравнению с домом, с обычным. Джилл хочет спать. А Александр, кстати говоря, не хочет. Во сколько у нас занятия начинаются? У нас начинаются занятия в 13 часов. И до 5. У меня просто без комментариев. Давай-ка прогони всех. Вот, блин, не нравится мне это. Все, кыш, кыш, кыш. Пожалуйста, ложись спать, Александр. Ну, ладно. Значит, Джилл у нас тут общается с нашими соседями по общаге. Заодно посмотрим, кто из нас аккуратно кушает. Ой, на, не то опять нажала. На, шняга, шняжная жизнь общажная. Не, ну, в принципе, видите, так неплохо. Компания такая дружная. Здорово, что могу сказать. У Александра занятия начнутся через час. У Джилл, кстати, занятия в 4 часа. Так что Джилл, в принципе, у нас успеет еще поспать. Она сейчас покушает и пойдет спать. У нас тут готовят хлопья, готовят оладушки. И это просто замур... У меня просто нет комментариев. У меня нет слов, чтобы описать это безобразие. Давайте, пожалуйста, тоже запроем дверь. Реально задолбало, блин, это. Просто до ужаса задолбало. Так, значит, тут наши соседи уже вовсю кушают. Пожалуйста, Джилл, прогони эту гадину. В труселях тут, блин, заперлась к нам в ко... Ты что, угораешь, баба? Я понять не могу. У них что, своих кроватей, что ли, нет? Ну, это просто... Переходят всяческие границы. Вот эта телка, вот она. И где-то вторая еще была. Ну, короче, где-то она есть. Баба с косичками. Так вон она, прям рядом с нами. Вот скотина просто. Подождите, стоп. Я Александра на занятия не отправила. Иди на занятия, пожалуйста, дорогой. Давай, иди скорее. Все, ушел, слава богу, на занятия. Ну, насколько я знаю, на них ходить не обязательно, но желательно ради того, чтобы улучшать свою успеваемость. Ладно, Джилл у нас пока поспит. А мы тогда уже встретимся, когда Александр придет с занятий, когда Джилл идет на занятия и так далее. У нас возвращается занятие Александр, но при этом на занятие должна отправиться Джилл. Джилл, пожалуйста, просыпайся и отправляйся на занятие. Да, моя хорошая, давай. Иди. А Александр у нас продолжает играть на гитаре. Он хочет публиковать в интернете информацию о музыке и танцах. Давайте мы это сделаем, если я найду, где это. Публиковать информацию в интернете о музыке и танцах. На тайный участок, который связан с танцами, мы еще с вами не ходили. Так что, в принципе, у нас есть все шансы туда попасть, развить интерес до максимума. Кстати говоря, и не год больше не друг семьи. А почему? Сами угадайте. Или игре еще раз вылететь. Ну, в общем, да. Игра опять вылетела. И я, похоже, нашла причину, в чем она кроется. Но вот, если честно, как с этим бороться, я абсолютно не представляю. В общем, игра вылетает на моменте, когда мы заходим в багаж вот к этой вот барышне. Не просто в багаж, а в награды. Я, помню, переключалась на Александра, потом заходила в багаж к ней, и все. Игра нафиг вылетала. Ну, к счастью, я тут не так давно сохранилась, поэтому проигрывать не пришлось особо сильно много, да. Александр, давай-ка ты пообщаешься пока со своими сестренками, со своими родными. Давайте позвоним кому-нибудь. В общем-то, чего я хотела? Я же изначально хотела позвонить нашим сестрам. И вспомнила, что Джилл же у нас в прошлой серии ходила покупать... Давайте позвоним, наверное, Энни. Пообщаемся с Энни. Давайте поболтаем. Можно, кстати, будет пригласить их в гости. Я хотела позвонить, вспомнила, что у Джилл в багаже есть два телефона мобильных. Покупали в прошлой, получается, серии университетской в этом, как зовут. О, кстати, близкая дружба, посмотрите. У них завязалось, слушайте, просто вау. Я думаю, нам сейчас нужно также улучшить отношения со всеми нашими домашними. А с Кассади у него, кстати, не такие хорошие отношения. И с Кассандрой, и с Бенджимином. Так что надо, конечно, это исправлять. Значит, вот. И телефон я теперь не могу достать из багажа у Джилл, потому что на ней игра вылетает. И кто знает, как с этим можно бороться, напишите, пожалуйста, в комментариях. Прекрасно у нас. Баба играет в нижнем белье. Бегает, кстати говоря, по лабиринту. Чем-то мне это напоминает игру Гарри Поттер и Кубок Огня. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, как с этим можно бороться. Я помню, мне Али написала под одной из серий, что... Есть в игре такие нехорошие вещи, как коррупции. Благодаря которым может много чего ломаться. Которые происходят, получается, из-за того, что мы выполняем какие-то, скажем так, запретные с технической точки зрения действия. Ну, то бишь, в моем случае, это воскрешение Беллы. То есть, я ее воскрешала и потом через 7П у нее удаляло воспоминание о смерти, чтобы она у нас жила и, так скажем, не умирала. Да, давайте еще позвоним. Поболтаем с сестричкой, будем улучшать отношения. Можно будет и с Кассандрой поболтать. Можно. Давайте, может, их пригласим, действительно, в следующем действии. Да, просто супер. У нас тут творится что-то такое интересное. Домашнее задание Байрона у нас все еще лежит. А, это Байрон. Еще есть Берна. Я с Бернатом перепутала этого Байрона. А у нас-то, кстати, есть домашнее задание. Я вот этого, если честно, как говорится, не шарю. Ах ты, засранка. Вот, понимаете, да, она прикарманила телефоны Александра и не разрешает нам ими пользоваться. Давайте, пожалуйста, уберем этих мух дурацких и давайте будем писать курсовую. У нас уже, кстати говоря, 38 часов до экзамена. В принципе, у нас немного осталось времени. Давайте еще раз позвоним персонажу. И давайте пригласим наших младших сестричек к нам на участок. Значит, давайте позвоним Энне, потому что у нас с ней отношения получше будут, чем с Кэссиди. И давайте покажем им, как мы живем. Они у нас стали подростками, заодно их и поздравим с днем рождения. Давайте возьмем только их двоих. Я вечно люблю повторяться, говорить одно и то же, но еще раз прошу, напишите, пожалуйста, в комментариях, как можно решить данную проблему. Я, конечно, попробую за кадром пару способов, попробую ресетнуть, там еще один способ знаю, с помощью кода разраба. Не знаю, насколько это поможет. Попробую игру пропатчить по видео. Ссылочку потом, если надо, кому-нибудь могу оставить в описании. Пришли наши сестренки, давайте их поприветствуем. Надо будет их переодеть. Они у нас только-только повзрослели, но если внешний вид Кэссиди меня еще более-менее, прошу прощения, Энни, меня еще более-менее устраивает, то Кэссиди в этом спортивном костюме, я не знаю, что мне с ней делать и с ее спортивным костюмом. Джилл у нас уже опять хочет спать, нужно ее как можно скорее укладывать в кровать. Она хочет завязать крепкую дружбу с Байроном. А, вот у нас профессора, профессор Уолтер и профессор Венди. С ними нам нужно подружиться, она хочет выполнить это желание. И с профессорами нам лучше всего, конечно, дружить, потому что это может хорошо сказаться на учебе. Давайте с ними обнимемся, давайте с ними поболтаем. Вон уже Кэссиди пошла изучать, как у нас дела в нашей общаге, видите? Старший братик, боже, какие они, конечно, у нас хорошие. Зашла Лама в чью-то комнату, и Джилл у нас побеждает пьянку и гулянку. И это значит, что она у нас может спокойненько отправляться на боковую. Все-таки комнаты, конечно, нам пока лучше не отпирать, потому что, блин, ходят тут всякие, спят в наших кроватях в своем нижнем белье. Меня это, конечно, совершенно не устраивает. Александра тоже надо сейчас отправить спать. Давайте мы опубликуем информацию о музыке и танцах. Это либо у нас продублировалось желание, либо из-за вылета игры оно у нас элементарно не выполнилось и сбросилось. Такое тоже может быть. Да, у нас танцует наша сестричка, танцует с Ламой. Это, конечно, интересно. Кэссиди у нас пошла тырить еду, которую готовили для студентов. Ну, в общем, халява, халявная. Да. И Александра, думаю, тоже нужно будет потом отправиться спать, чтобы уже к утру мы выспались. Да, у него исполнилось желание. Это хорошо. Стать друзьями навек с Энни. Ну, мы, скорее всего, встанем, потому что мы завязали с ней крепкую дружбу. Если крепкая дружба у нас будет держаться и дальше, то мы уже встанем дальше и друзьями навек также. После этого я, наверное, запишу еще одну серию и далее уже буду пытаться как-то справиться с вот этими вылетами. Может, попробую что-нибудь сделать с Джилл из трех перечисленных способов. Все попробую. И что будет дальше, мы узнаем уже чуточку позднее. Значит, Александр у нас опубликовал. Давай, пожалуйста, отправляйся спать. И, наверное, я на этом буду заканчивать серию. Джилл почему-то, кстати говоря, очень плохо спит. Но, видимо, потому что у нас плохая кровать. У нее плохой досуг. Это тоже нам надо поправить. Александр, пожалуйста, давай, отправляйся на боковую. И на этом тогда все. Если вам понравилась серия, обязательно ставьте пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Мне оно, безусловно, важно. Подписывайтесь также на мою группу ВКонтакте. Там я периодически публикую какие-то новости. Публикую информацию о выходе новых видео. Может, даже буду когда-нибудь устраивать опросы. Это уже зависит по ситуации. Сейчас я это особо не делаю, потому что у меня крайне мало народу. И крайне мало активного народу, что тоже немаловажно. Кстати, почему-то у Александра повышается досуг. Этого я, если честно, не поняла. А у Джилл не повышается. Обратите внимание. Вот. Ладно, все, ребята. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Продолжение следует.